Площадку от корма в селе Хмелевое ввели в эксплуатацию в мае прошлого года. Недавно здесь произвели монтаж сепараторной установки и закрыли лагуны специальной пленкой. Ранее лагуны были все открытого типа, что тоже не запрещено никакими нормативами не строительными, не экологическими. Но идя навстречу пожеланиям местных жителей, то есть компания приняла решение дополнительное вложение сделать и накрыть сверху пленкой лагуну, для того, чтобы существенно в несколько раз еще уменьшить запах, который исходит от лагун в процессе выстаивания стокол. Рядом с площадкой от корма расположен мемориальный комплекс Тепловские высоты. Неприятный запах мешал не только местным жителям, но и туристам. Мы разговаривали с охранниками с памятника, которые регулярно наблюдают, что утром и вечером включается вентиляция, и что идет шуткий пар отсюда, и в течение часа-двух вот эта вот волна, особенно если ветер в ту сторону, все накрывает. После монтажа нового оборудования площадка больше не будет источать специфических ароматов, заверили жители-инвесторы. В Панеровском районе мы планируем построить всего одну площадку. Это репродуктор на 5000 синоматах, где будут производиться только поросята, малыши от Ёмыши. И в Фадежском районе мы реализовали проект по строительству четырех площадок от корма, на одной из которых мы находимся. И дополнительно будут два репродуктора для того, чтобы замкнуть эти совокупно шесть площадок районов в два так называемых полноценных свинокомплекса. Действующие свинокомплексы Мироторга представители региональной власти возьмут на особый контроль. Станислав Костиков, Андрей Зарубин. События дня. Продуктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова